Следующей частью нашего интервью являются вопросы, которые читатели нашего телеграм-канала прислали в борт телеграм-канала факультета МОЛ, и сейчас мы воспользуемся этой возможностью из заданных Лизмилы Георгиевны. Итак, Лизмила Георгиевна, первый вопрос. Какие особенности французского языка делают его сложным для изучения, и какие стратегии можно использовать, чтобы преодолеть эти сложности? Французское слово очень многозначное. Слово стол может иметь очень-очень-очень много значений. Это не только мебель, но это может быть, допустим, питание, это может быть канцелярские какие-то вещи и прочее, 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 прочее. Это трудно запоминать, это именно нужно запомнить. Здесь нет никакого ключа, понимаете? Вот, это первое. Вот, язык тонкий, построенный на нюансах, не всегда его чувствуют. Здесь нужно подумать много. Вот, допустим, у меня вот в классе, допустим, вот они привыкли рок, да? Вот это вот так, 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 очень крупные какие-то, вот это самое понятие. Вот мне нужно то, чтобы это обозначало только то или это. А здесь есть какой-то дополнительный смысл, какой-то ещё какой-то смысл. А ты подумай, посмотри, вот эта же героиня сказала, вот это слово, а оно, значит, несёт совершенно другой смысл. Вот предположение о том, что здесь больше сказано, чем написано, вот этому надо научиться, и это нужно чувствовать. Вот, но это даётся через литературу обычную. И вот неожиданный какой-то конец, какая-то вспышка, необъяснённая, она заставляет читать или объяснить. Вот ты научишься этому объяснять, и ты уже будешь читать на следующий раз более свободно, более, 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 ну, подкованно, что ли, чувствовать себя. Дорогие студенты, читайте, пожалуйста, литературу, читайте много, читайте хорошую и разную литературу. Как начинающему студенту не потеряться в обилии литературы? Во-первых, выяснить, что вас интересует. Каждый человек имеет свои склонности. Да? Напустим, я, например, меня, например, интересует современная французская литература, предположим. Но в этой современной французской литературе очень много разнообразия. Ну, я возьму, наверное, авторов. Сейчас есть интернет, сейчас есть очень большие возможности. Я, наверное, посмотрю фамилии авторов и, наверное, про них сначала что-то узнаю. Я выберу автора, который мне наиболее, так сказать, интересен, о котором я больше слышал, о котором я что-то слышал. Вот. И, наверное, познакомлюсь с ним. И через него по цепочке уже могу пойти дальше. Если, допустим, современная литература, я бы начала бы с Эндекс-Зупери. Начала бы с Эндекс-Зупери и прочитала бы просто сказку. Это философская сказка. Она полна смысла. Маленький принц. Маленький принц. Полна большого смысла. Почитать её, не торопясь и подумать. А потом, наверное, вас потянет к другим романам. Он лётчик. У него рассказы уже совсем другого сорта. О том, как он работал лётчиком. Какие у него были препятствия и так далее. И дальше, дальше, дальше. Так это потянет, наверное, за собой. Вот такие вот вещи. Быть точным в своём выборе, не распыляться. Нет, нет. Вот исходить от своих интересов и строить цепочку дальше по одной линии. Иначе потом утонешь. Утонешь. Вот так. Спасибо большое за совет. Какие произведения, связанные с Францией, французской культурой, следует прочесть каждому, кто приступает к изучению французского языка? Посмотрите фильмы. Сначала. А потом... Это экранизация романов. Вот. А потом, может быть, вам захочется почитать это. Значит, это фильмы 60-х годов. экранизация романов. Экранизация романов стендалья. Это «Красное и чёрное». Это «Красное и чёрное». Так. И в этом же году, это было две комедии. Фан-Фан Тюльпан с Жераром Филиппом. Это всё с Жераром Филиппом почему-то. Так. Фан-Фан Тюльпан. И посмотрите, пожалуйста, «Бабета идёт на войну». Это комедии очень лёгкие, очень смешные. Вот. Что касается романов стендалья, это 19 век, но они по своей сути, по своей ментальности очень французские. Если вас это заинтересует, если вам будут понятны эти герои, эти герои хотят пробиться в обществе, тогда вы совершенно спокойно возьмёте этот роман Стендаля, так можно название, почитайте его, и от Стендаля пойдёте дальше. Рядом у вас будет Бальзак и другие писатели французские 19 века. Вообще заслуга французской литературы – это, конечно, 19 век. Это большие романы. Они называются «Роман Флёв», «Роман Река». То есть он в нескольких сериях иногда выходит, с продолжениями иногда. Иногда у Бальзака герои вообще одни и те же, действуют в разных обстановках. И они так рисуют общество, они так рисуют людей, что, я не знаю, всё сказано, скажем так. Ничего не оставляют того непознанного, неузнанного. Было такое выражение известное. «Инженеры человеческих душ». Вот так. Невозможно здесь не добавить, что в большом количестве упражнений в учебниках французского языка, которые были подготовлены в стенах МГИМО, очень умело используются различные фразы из различных романов для того, чтобы проиллюстрировать все иные грамматические явления. Так что, дорогие студенты, это когда вы сталкиваетесь с упражнениями, которые вы выполняете. Смотрите авторы. Смотрите авторы. И очень часто вы увидите очень много интересного. Людмила Георгиевна, расскажите, пожалуйста, о ваших учителях и наставниках и о том, каким образом изучали язык вы. Потому что сейчас студенты имеют доступ к большому количеству материалов, и они не всегда осознают в полной мере, что это большой дар, это большое сокровище, и совсем недавно еще дела обстояли совсем по-другому. Я училась в провинциальной школе, обычной, советской школе, в городе Ростове-на-Дону. Там преподавался французский язык. У меня была очень хорошая учительница. Она училась в Ленинградском университете, она закончила Ленинградский университет. По семейным обстоятельствам вернулась домой и преподавала у нас язык. Подружились с ней, и я много лет после этого писала ей письма, привозила ей книжки из Москвы, и, в общем, она стала мне родным человеком. Наталья Борисовна Островская. С очень хорошим французским языком и очень хорошим знанием французской культуры, музыки, литературы. И привела вкус к поэзии. И это мне очень пригодилось. Я приехала поступать в Московский университет без всяких репетиторов, без всяких знакомств, без всего. Приехала туда с мамой. Мама меня привезла. И должна была пройти собеседование, поскольку у меня была медаль. пришла на факультет, там очередь, все волнуются и рассказывают, что задают дикие вопросы, страшные вопросы. По какой улице Татьяна Ларина въехала в Москву, например, или ещё кого-то. Что, в общем, ужасная ситуация, я испугалась и ушла. Ушла и не стала сдавать экзамен, пришла домой, мы останавливались у родственников здесь. А они накрыли стол и сжали меня как победительницу. Вот. Я вызвала маму и сказала, что мама, я не прошла собеседование, я не пойду. Она говорит, ну, не прошла, значит, оставайся, что хочешь, то делай. Я уезжаю. И уехала в этот раз вечер. И я осталась одна. И не знала, что делать, и на следующий день пошла. Пошла на следующий день и попала на даму, преподавательницу, которую я потом никогда не видела. Я не знаю, кто это был. Вот. Ну, которая, значит, устроила мне допрос, задавала мне вопросы, кто я, что я, что я люблю и так далее. И меня очень выручила вот эта манера преподавать моей школьной учительнице. Я читала ей много стихов французских. И ей очень это как-то понравилось. Вот. И она написала хороший отзыв, и меня приняли. Вот и всё. Вот. Так что это было очень просто и хорошо. Поступили мы на первый курс. Я уже говорила, пять человек нас. Все из провинции. Один мальчик москвич. Вот. И, значит, пришла нам преподавать Клавдия Александровна Ганшина, автор единственного тогда словаря французского. Дама такого старинного свойства. Ей было много лет. Она преподавала в Польше, ещё в каких-то странах французский язык. И она заговорила с нами на академическом французском языке. Мы ничего не поняли. Вот. Задала нам задание и ушла. И мы долго по-русски выясняли, что же нам задано. Пошли к лаборантке, и через неё выяснили домашнее задание. И, значит, вот таким образом учились месяц, потому что мы месяц не могли привыкнуть к этому французскому языку. Потом стали потихонечку разбираться. Потихонечку, потихонечку. Ну, к концу года уже стали. Значит, вот так мы вошли во французский язык. Учебников на филологическом факультете не держали. Да их и не было. Работали по книгам, по художественной литературе, которые обязаны были знать и уважать. Значит, работали по XIX веку, по романам знаменитым. Бальзак, Стендаль, Флабер, Золя. Вот книги, которые мы читали. Читали роман в неделю. После этого обсуждали, писали сочинения. Халтурить было невозможно, потому что всё шло в сочинение, шло в разговор. Хитрить не получалось, да и не было смысла, потому что нам нужно было всё-таки язык как-то освоить, потому что мы были в растерянности буквально. Какие-то справочники, какие-то там были с упражнениями, значит, мы там делали. Это асцендетическая конструкция, это, значит, беспредложная конструкция. И вот таким высоким стилем мы, значит, объяснялись по поводу тех фраз, которые надо было перевести, понять и так далее. Ну, значит, Кладбина Александровна была не единственным у нас преподавателем. У нас были и другие преподаватели более, так сказать, конкретного французского языка. Но и она у нас преподавала три года. Мы писали ей письма летом, когда уезжали на каникулы. Мы писали письма, естественно, на французском языке, о том, как мы проводим каникулы, что мы читаем, как мы развиваемся. Она отвечала, но она присылала в ответ в конверте еще и твое письмо с исправленными ошибками. Вот. Не с исправленными, а с подчеркнутыми. Значит, ты должен был исправить ошибки и потом, значит, написать ей дальше. Вот. Значит, вот была такая система. Она пришла на экзамен к нам по общему языкознанию. У нас был, значит, набор экзаменов. И весной было общее языкознание. Петерсон принимал Михаил Николаевич. Мы отвечали по-русски, естественно. Она сидела, слушала. А потом, значит, она говорила Михаилу Николаевичу, он ее соавтор по учебникам, вот она говорила, вот эта девочка меня интересует. Вы знаете, вот у нее очень языковический подход к тому-то, к тому-то и к тому-то явлению. А мне она подарила свой словарь. После того, как я ответила ей на экзамене на пять, она мне подарила свой словарь с подписью. И у меня хранится ее словарь. Значит, это самое. Вот так она следила за каждым. Так она выращивала каждого. Газет не было. Была одна газета в Советском Союзе на французском языке, которая называлась, вот такое длинное название, «Pour une paix durable pour une démocratie populaire» «За прочный мир, за народную демократию». Длинная-длинная такая. Так, эта газета выходила в Праге. Это была редколлегия русская. И газета писалась по-русски, переводилась на французский русскими. И вот это мы читали, и оттуда брали какие-то тексты. Это было ужасно. Вот. Но иногда можно было купить и монете. Это уже считалось, так сказать, франкоязычной литературой. И монете можно было купить не каждый день, не каждый раз. Это нужно было идти в гостиницу или в метрополь, или в националь. В приёмную в гостинице. Там был газетный киоск. Раз в неделю приходила пресса, и там можно было купить газету. И тогда мы уже читали французские фразы, французские тексты. В общем, это уже было что-то. И вот на пятом курсе нам объявляют, что будет обмен студенческий. Это было как революция. И что к нам будут посланы три человека, три студента из Эколе Нормале. Эколе Нормале – это педагогический институт Франции, где есть отделение Лянгзо. Лянгзо – это восточные языки. И вот в этом Лянгзо есть русский язык. И там есть студенты, которые изучают, русисты, они изучают русский язык. Они приедут стажироваться по поводу русского языка. А нам разрешено, нам, это группе, и нас точно предупредили, только нам. Разрешено с ними общаться для того, чтобы пригласить их на урок французского языка. с тем, чтобы повысить свое образование языковое. И комсомол нам поручил встретить этих ребят у самолета на Шереметьеве. Значит, мальчишка наш не поехал, мы, четыре девочки, поехали, нам дали машину даже, университетскую. Мы поехали на аэропорт, вышло три мальчика, три студента. Вот. Мы, это самое, стали что-то лопатать, потому что мы никогда не видели живого человека, говорящего по-французски. Мы никогда не слышали французской речи. Не было записи, не было ничего, не было фильмов, ничего не было. Было только пурин под дирабль, вот это. Вот. Ну, и одна из наших девочек, значит, у одного мальчишки был очень большой чемодан. Она схватила этот чемодан и стала ему помогать нести, потому что она не знала, как себя вести, как помочь и как еще что-то такое сделать. Вот так мы, не лев. Потом эти мальчики, да, мы, значит, в общем, мы начали с ними, они жили в общежитии, так же, как и мы, на Ленинских горах. Потом мы пригласили, нам сказали, что мы, так сказать, с ними как-то были ВКонтакте, мы пригласили их на выставку ВДНХ и угостили там чем-то успехским, по-моему, что-то такое, имел им большой успех. А они в ответ, мы платили, все, газированная вода произвела на них ошеломляющее печенье, они не знают, что это такое. Вот. Ну, в общем, мы их образовывали, а от них, значит, получали французский язык. И они в ответ пригласили нас на прием во французское посольство, согласовав с послом и так далее. Вот. Значит, мы, вот и девочки, должны были пойти на этот прием. Вы же понимаете, что все общежитие нас одевало, потому что мы не знали, что одеть. Преподаватели сказали, что нужно быть скромными, чтобы взять что-нибудь черное обязательно. Что-нибудь черное, в крайнем случае, коричневое. И причесаться нужно гладко. Встретила нас послица с послом. А это был прием по поводу фестиваля кинофестиваля. Это были первые французские актеры и привезли фильм. Значит, приехал Рене Клер. Рене Клер привез, большие маневры привез Рене Клер. Затем приехали Данира Бен. Потом приехал Жерар Филипп, красное-черное. Даниль Дальё приехал. И они все были в вечерних туалетах. Красивые. С нами разговаривали, к нам походили, чтобы нам не было скучно. Послица нам сказала, боже мой, французские мальчики привели на прием русских девочек. Это замечательно. Я вам сейчас принесу открытки. Вам нужны открытки, потому что вы подойдете, конечно, к Жерару Филиппу. Вы, конечно, попросите у него роспись, но обязательно сейчас я все сделаю, сейчас я все устрою. И Филиппа я сейчас позову. Значит, призвали нам Жераря Филиппа. Филипп пришел, как будто он спустился с экрана, значит, спокойно. Значит, мы обалдели там совершенно полностью. Вот, он везде расписался и пригласил меня танцевать. Что это было, вы себе представить не можете, значит, вот эти фото... Он говорит, нам все фотографировали, естественно. Вот, он говорит, завтра ваши фотографии, он мне так вежливо говорит, завтра ваши фотографии появятся на всех газетах. Вот, это самое, вы не собираетесь сниматься в кино? Я говорю, вы не можете сказать это на мостфильме? Он засмеялся, ему это понравилось, и он, значит, это самое, как-то продолжал. Ну, я говорю, мы хотим вас пригласить к нам. Он говорит, я бы очень хотел, но я не могу, у меня все расписано. Ну, и так далее. В общем, вежливый рассказ. Он был женой. Вел себя с женой по-джентльменски, то есть он все время смотрел, чтобы она была присмотрена, чтобы она была при нем, или чтобы ее, так сказать, не оставалась одна. Вот, значит, это все было очень красиво, очень хорошо, мы были очень довольны. Я стала получать письма девушке, которая танцевала с Джераром Филиппом из Франции. Вот, значит, вот такие вот. Мама одного мальчика прислала вырезку из журнала, где я танцую с Джераром Филиппом. Вот. Ну, в общем, впечатлений было масса. Вот это мы таким образом, значит, познакомились с французским языком, живым и нормальным. А когда уже мы были в аспирантуре, то уже тогда начался обмен. Обмен был замечательным, потому что приехали театры. Приехали театры. Первая приехала французская комедия. Мы стояли ночью, вся Москва стояла ночью у малого театра в очереди, чтобы купить билеты. Ну, естественно, нам никаких билетов не досталось. Но два билета Министерства культуры СССР переслала ректору Московского университета два билета. Что сделал ректор Московского университета? Он взял их себе? Нет. Он отдал их секретарше? Нет. Он их послал на филологический факультет. Пришло два билета на филологический факультет, их взяли наши преподаватели? Нет. Куда они послали? На пятый курс в группу, в нашу. И мы тянули жребие. Я не стала тянуть жребие, потому что мне всегда не везет. Ирина Борисовна за меня вытянула жребие, и она вытянула мне билет. И мы пошли на спектакль французской комедии. Это было самое яркое впечатление в моей жизни, оно так и осталось. Они привезли трагедию Корнеля Сит. Поставили ее в современном стиле, в том смысле без декорации, на черном бархате. Она в черном, он в белом. И они читали, пели Александрейский стих «О момент леонг, 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 вот таким вот образом, с красивыми голосами. Было потрясающе. Потом приезжали другие театры. Был театр комедии Пеншона, который привез трех мушкетеров, и три мушкетера после дневного спектакля актеры вышли на улицу в костюмах и пошли по улице Горького. Это было замечательно, что я там побежала за ними компания Рено Баро. Они читали стихи, они сели полукругом, актеры сели полукругом на сцене и сделали панораму французской поэзии. То есть они начали со старой поэзии и продолжали и кончили современной. Понимаете, то есть это был урок поэзии. И со своими студентами на вечерах повторили вот эту композицию. Вот так вот стали делать. Так что вот так это было. И потихонечку, потихонечку мы приобщились к живому французскому языку. Значительную долю симпатии и уважения к французским кинематографистам приходилось принимать Джерару Филиппу. Но это была приятная обятность. Знакомясь с Москвой, гости совершили поездку к новому зданию Московского государственного университета. В этом огромном здании учатся около 22 тысяч студентов. Среди них молодежь многих стран. Гости побывали в самом большом зале университета, где происходит торжественное собрание студентов. Книгу Виктора Бюго на французском языке преподнесли студентки филологического факультета. В благодарность они услышали чтения на чистейшем французском языке. С балкона 24-го этажа гости любовались открывающейся отсюда широкой панорамой Москвы. Студенты подарили юбилейный значок университета режиссеру Рене Клеру, создателю замечательных кинокартин под крышами Парижа «Последний миллиардер». Советские люди питают глубокий интерес к культуре и искусству Франции и рады вот так дружески познакомиться с ее представителями. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова